Привет, друзья! Меня зовут Марат. Сейчас большинство людей находится на самоизоляции. Чем же заняться в это время? Ну, конечно же, можно осваивать что-то новое, там, писать стихи, писать музыку, а можно снимать блог. И как раз об этом мы сейчас поговорим, потому что сейчас самая та возможность, чтобы научиться делать качественный блог. И первое, с чем сталкивается новичок, когда уже выбрал идею для съемок, это как смонтировать видео. Поэтому сейчас будет очень короткий урок о том, как смонтировать видео для блога. Я буду все рассматривать на своем примере. Я монтирую в Вегасе. Почему в Вегасе, а не в премьере? Да потому что в Вегасе гораздо проще делать простейший монтаж, склейки, какие-то самые простые переходы и самый простой цветокор. Да, если вы собираетесь дальше заниматься монтажом видео и углубляться в эту тему, то, конечно, сразу начинайте монтировать в премьере. Но для большинства будет удобен Вегас, потому что он максимально простой. Конечно, многие блогеры сейчас снимают на телефоны и монтируют также на телефоне с помощью приложений Quick, Splice, InShot, LumaFusion или KineMaster. Но так как у меня есть хорошая камера и хороший компьютер, то я решил, что я буду делать блог именно такого профессионального качества. Чтобы сделать качественный контент, его нужно сначала отснять. Как отснять видео с какими настройками есть в предыдущих моих выпусках. Поэтому сразу переходим к пункту второму. Второй пункт это импорт видео в проект. Итак, мы создали проект в Сони Вегасе. Это уже смонтированный материал, предположим, что его нет. И мы закидываем сюда видео. Я закидываю вот такое видео, которое отснял. Это мой предыдущий выпуск. Я закидываю видео с записью с экрана. И я закидываю аудио. Аудио у нас... Так, так, так. Вот оно, аудио. Закинул аудио. Так, все. Мы закинули наши файлы в проект. Дальше. Что мы делаем? Первое, что хочу отметить, обязательно отключите ресемплирование. Первое, что необходимо сделать, это отключить ресемплирование на видеофайлах. Как это делается? На файл жмем правой кнопкой мыши, переключатели, отключить ресемплирование. То же самое делаем на файле с записью экрана. Переключатели, отключить ресемплирование. Все. Это у нас сделано. Теперь у нас остаются такие цельные файлы, которые нужно друг с другом синхронизировать. Синхронизируем в первую очередь аудиодорожки. Аудиодорожки у нас синхронизируются следующим образом. Мы находим волны. И по ним вот так вот синхронизируем. Да, вручную это долго. Есть всякие приложения, расширения типа Pluralize. В Premiere вы можете это сделать с помощью встроенной функции. Но здесь я делаю так, потому что здесь всего лишь один файл видео и один файл звука. Поэтому мне проще так. Предположим, мы вот так вот его раз и синхронизировали. Отлично. Все у нас есть. Вообще нужно еще больше приблизить для того, чтобы сделать файлы синхронизированными. Ну, предположим, вот так вот. Все. Таким образом у нас есть синхронизированные видео и аудиофайлы. Что делаем дальше? Дальше мы синхронизируем с ними вот этот видеофайл с записью с экрана. Предположим, он у нас синхронизирован. Поставили мы его вот так. Отлично. Теперь давайте изучим простейшие функции. Простейшая функция это отрезать, обрезать, склеить и так далее. Как обрезать файл с конца? Мы просто берем и вот так вот его перетягиваем. Все. У нас файл получается обрезанным. Как вырезать кусок из файла? Делается это так. Ставится курсор на файл. Жмется кнопочка S английская на клавиатуре. Хоп. И в другом месте, где она нужно отрезать, тоже буковка S. Все. И мы можем этот файл выделить и удалить. Все. Таким образом мы удалили кусочек ненужного файла. Но он нам нужен, и поэтому мы его возвращаем. Отменяем предыдущие операции и жмем Ctrl Z. В каком бы редакторе вы ни работали, обязательно изучайте горячие клавиши. Потому что с помощью них работа будет идти быстрее. Давайте теперь подрежем эти файлы с конца. Файлы с конца мы подрезаем. Подрезали видео файл, аудио файл. Все. Все, запомнили. Значит мы можем с конца подтянуть файлы. Можем с помощью английской кнопочки S вырезать кусочек и удалить его. Также мы можем перетащить файлы куда угодно. С помощью левой кнопки мыши. Для того, чтобы просто смонтировать свой блок, я делаю следующие функции. Я беру файл видео с камеры, который идет со звуком. Отсоединяю от него звуковой файл с помощью буковки U на клавиатуре. Нажал. Удалил звуковой файл. Дальше. Дальше я переместил звуковой файл с диктофона на место того предыдущего звукового файла. И дальше я выделил эти файлы. Вот таким вот образом. С помощью, например, кнопочки Ctrl. Правая кнопка мыши. Группа. Создать новую. Все. Теперь у меня эти два файла, видео и аудио, они привязаны друг к другу. И они будут перемещаться вместе. Какой бы файл я не перемещал. Вот. Также я хочу привязать к видеозаписи с экрана. Вот оно. Давайте мы все это сделаем. В Вегасе есть такая кнопочка D. D. Английская. Когда мы ее нажимаем, у нас меняется назначение курсора. Нам нужно сделать так, чтобы здесь был такой прямоугольничек с муравьями. Вот он. Таким образом мы сможем выделить все эти файлы. После этого мы жмем группа. Создать новую. Все. Отлично. Теперь мы возвращаем назначение курсора в обычное состояние. И теперь мы можем двигать эти файлы. Они будут двигаться вместе. И точно так же вырезать. Мы можем сжать кнопочку S. И вырезается целый ненужный кусок. Таким образом мы можем работать со всеми дорожками одновременно. Все ненужные куски, которые не нужны в этом видео, я могу вот так вот вырезать и удалить. Вот. И вот такой вот со стыковкой двух кусочков мы делаем цельное видео. Таким образом у меня получается вот такая вот нарезанная дорожка, которая и является финальным вариантом моего видеоряда. Конечно, вот такая вот простая жесткая склейка, да, хардката называется. Она очень популярная, она очень простая. То есть не надо никаких эффектов накладывать, переходов и ничего прочего. Просто картинка быстро меняется другой и все. Для начинающих блогеров я советую именно такой тип склейки. И не заморачивайтесь с переходами. Что я делаю еще? Я закидываю сюда вот такую вот картиночку. Картиночка для того, чтобы подписывались на мой инстаграм, на мой вконтакт. Картиночка эта выглядит вот так вот. Смотрите. Вот она в нижнем, в нижней части экрана сейчас. Так. Ее я закидываю. Вот она у меня здесь появляется. Вот так вот можно закинуть любую картиночку, любое видео в свой проект. Как же создать здесь видео? В Вегасе это делается так. Вставка. Текстовая мультимедиа. Все. Здесь мы пишем все что угодно. Пример текста. Выбираем шрифт, выбираем жирность, выбираем сам шрифт, центровку и так далее. Тени, контуры. Все это есть здесь. Все. Теперь мы можем этот пример текста сюда поставить. Мы можем наложить на него эффекты, какие-то переходы или что-то еще, что нам необходимо. Вот так вот создается текст в Вегасе. Он тоже может делаться отдельным слоем. Кстати, как создавать видеодорожку в Вегасе? Жмем правой кнопкой мыши на любую видеодорожку. И жмем ставить видеодорожку. Все. Видеодорожка у нас создана. Вот она. То есть мы можем сейчас текст переместить вот сюда, вверх или вниз. Куда угодно. Иногда требуется запись с экрана. Особенно, когда показываешь какие-то манипуляции с редакторами или с секвенсорами или еще с чем-то. Я пользуюсь вот такой вот программой, которая записывает с экрана. Называется Camtasia. Вот, отличная программка, ее можно скачать и с помощью нее записать видео с экрана. Как ее пользоваться, вы сможете найти уроки в интернете. А так, в принципе, жмете кнопку Record, выбираете ту область экрана, которую вам нужно записать и жмете Record. Все. Ничего сложного. Давайте теперь рассмотрим, какие же бывают переходы. А в Вегасе все просто. Есть такая вкладка Переходы. Для Вегаса существует очень много всяких плагинов. Например, BCC, Boris, как-то там называется, New Blue, Sapphire, еще всякие, Universe, еще что-то, Magic Bullet, Lux и так далее. Много всяких разных плагинов. Всех я советую установить, потому что там есть куча разных переходов. И в данном случае я выбираю из этих переходов один какой-нибудь понравившийся и закидываю его вот сюда вот таким вот образом. То есть, хоп, видите, появился курсор мыши с плюсиком. Все, означает, что сейчас переход закинется сюда. Хоп, я закинул. Тут есть настройки перехода. Настраиваем их. Вот такие вот переходы у нас могут быть. Отлично, по-моему, шикарно. Можно так и оставлять. Так, все, переходы мы можем ставить в начале, в конце. То есть, здесь я ставлю такой Swish Pen, переход так называется. Видите, такой быстрый выезд. Хоп. И такой же переход я ставлю в конце этого файла. Все. То есть, текст быстро улетает куда-то вбок. И всяких разных переходов целая куча. Вы можете смотреть любые, проверять. Они очень интересные. О переходах и эффектах я сделаю отдельное видео. Так, давайте теперь поговорим о цветокоррекции видео. А это делается очень просто. Вот здесь вот такая вот кнопочка зелененькая есть. Мы ее нажимаем. Здесь у меня уже есть два эффекта, два плагина. Это Cosmo 2. Это то, что ретуширует мою неровную кожу. И Magic Bullet Looks. Здесь я выбираю пресет определенный. В данном случае у меня выбран пресет. Я не помню уже какой. Но здесь целая куча пресетов. Так что обязательно установите Magic Bullet Looks. И вы просто будете счастливы. Можно выбрать любой пресет. Вот. Здесь его отстроить. Добавить какие-то свои инструменты, которые можно тоже редактировать. И это замечательно. Смотрите. Я могу сейчас отключать какие-то эффекты. Да. И у меня будет картинка меняться. Как вы видите. Так. 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 Да. Прикольно. Все. Картинка меняется. Сохранить. Don't save. Вот таким образом происходит цветокоррекция. Также есть различные другие эффекты, которые я расскажу в других следующих видео. Что еще важно знать о Вегасе при монтаже? Очень важна кнопочка Pen Crop. Эта кнопочка находится вот здесь вот на файле. Жмем ее. И здесь мы можем менять размер экрана. Вот. Например. Как сделать меня вот в таком маленьком окошке в уголке экрана? А делается это очень просто. Делается так. То есть. Например. Вот здесь мы выбираем по умолчанию. Да. Здесь как бы полная картинка у нас получается. И мы зажимаем левой кнопкой мыши вот этот уголок. Держим Ctrl. И тянем. И я сделаю так, чтобы у меня экранчик занимал одну девятую экрану. ровно. Таким образом я делаю так. И дальше левой кнопкой мыши перевожу. Переношу вот так вот экранчик. Все. И я остаюсь в уголке. Для того, чтобы скопировать именно вот эту вот настройку для другого файла, мы делаем следующее. Мы жмем на этот файлик правой кнопкой мыши. И жмем копировать. Либо нажимаем Ctrl C. Дальше. Вот у нас файл без таких же настроек. Мы жмем правой кнопкой мыши. И жмем вставить. Вставить атрибуты события. Все. У нас абсолютно такие же настройки, что в настройке Pen Crop, что в настройке эффектов, они переносятся на этот кусочек файла. На этот кусочек видео. Мы отменяем это действие. Жмем Ctrl Z. Итак, мы поняли, как импортировать видео. Как его обрезать. Как вырезать из него кусочки. Как синхронизировать его с аудиодорожкой. Как привязать аудиодорожку к видео. Мы изучили, что такое Hard Cut. То есть жесткая склейка. Мы поняли, как импортировать картинки и другие видосы, звуки в проект. Мы научились делать переходы. Изучили базовую цветокоррекцию. Итак, видео у нас готово. И теперь остается его отрендерить. А как же это делается в Вегасе? А делается это очень просто. Вот так вот на таймлайне, где у нас секунды обозначены, мы вот так вот левую кнопку мыши зажимаем и выделяем весь проект, который у нас есть. Выделили. Все. Нажимаем файл. Нажимаем визуализировать как. Дальше здесь выбираем main concept. Sony Tablet 1080. Customized Template. Вот здесь мы выбираем особый размер кадра. Здесь мы можем поставить, например, 3840, 2160 размер кадра. Это если 4К, если Full HD, то у вас остается 1920 на 1080. Здесь выбираем частоту кадров. Так как я снимаю в 25 впал, значит ставлю 25. Убираю галочку «Позвольте источнику настраивать частоту кадров». Дальше меняю битрейт. Для 4К я обычно использую 30 миллионов бит в секунду. Максимум и средние ставлю одинаково. Проект. Вкладка проекта ставлю использовать наилучшие, наилучшие параметры проекта. В аудио я ставлю 41 тысячу. И битрейт 320 тысяч бит в секунду. Все. Я нажимаю ОК. Здесь я ввожу имя. В фолдер ввожу папку, куда я буду сохранять, рендерить этот проект. Все. Дальше... А, здесь должна быть еще нажата галочка «Render Loop Region Only». То есть я рендерю только тот промежуток, который выделен вот этими желтыми маркерами. Все. Дальше я жму «Рендер» и проект рендерится. 4К будет рендериться достаточно долго. Даже вот этот вот 11-минутный файл, он будет рендериться примерно час-полтора. Но, ребятки, не спешите рендерить, потому что нам необходимо еще нормализовать звук. А как сделать звук качественным и нормализованным, я расскажу в следующем видео. Какие я хотел бы дать рекомендации начинающим блогерам и тем, кто только-только начал монтировать. Во-первых, необходимо начать. Начните хотя бы с чего-нибудь. Пусть это будет максимально простой проект с двумя-тремя склейками, но вам необходимо набить руку для того, чтобы развиваться дальше. Во-вторых, смотрите, как делают профессионалы. Берите пример с тех, у кого видео собирают сотни тысяч просмотров. И третья рекомендация – постоянно развивайтесь. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. А также не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. С вами был Марат. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok